Следующий вопрос от Александра Казели. Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. С выходом на экраны кинофильма «Мстители» вновь стала актуальна тема супергероев. Скажите, каким бы супергероем, по вашему мнению, была бы девушка-физик? Наверное, Халп, не знаю. Ну, вот вы представьте меня, ну, наверное, если супергерой, я, ну, это же, наверное, Халк, наверное, я же сильная, мощная такая, по-моему, похожа. Ну, так как в этом году поступило довольно-таки большое количество девушек, то супергерой, скорее всего, женщина-кошка. Ну, начнем с того, что я не смотрела «Мстители», которое вышло недавно, и... Аплодируйте! Наверное, девушке-физику уже не надо быть никаким супергероем, так как она уже является супергероем. Я считаю, что каждая девушка или женщина может быть супергероем. Потому что неважно, ты являешься физиком или психоматом. Или не физиком. Потому что каждая девушка способна конкретно выносить мозг. Но я считаю, что если бы мы могли стать супергероями, то были бы, скорее всего, железными человеками Тони Старк. Потому что он очень умный, и сам себе это очень эскиз-короем. Мой номер 7, и поэтому то, что я хотела сказать, уже сказали. Физик сам по себе уже супергерой. Спасибо. Это были все вопросы и все ответы. Поэтому давайте еще раз поаплодируем, я уже обнял нашему эксперту за заданные вопросы и ответы. А сейчас я попрошу вынести сюда восемь стульев. Под аплодисменты, чтобы выросли, что не было в тишине. Девчонок попрошу отодвинуться чуть-чуть назад. И сейчас произойдет то, о чем девчонки даже и не догадываются. Сейчас будет конкурс, который они не репетировали. То есть все ответы, все вопросы были не заготовлены, чтобы вы знали. То есть девушки старались придумывать заранее. И сейчас будет конкурс, который Миша объяснит. Итак, перед вами восемь стульев, и на этих стульях лежат предметы. С помощью этих предметов вы должны сделать то, без чего настоящий физик прожить не может. А для зрителей, кто не видит, я скажу, что это скотч. Стакан. Стакан пластмассовый, одна штука. И шарик. И все, да? И еще не все. Два листочка формата А4. Один маркер черный. Все. Очень интересно, что же девушки сделают с этим незамысловатым набором предметов. А Миша, я думаю, может помочь разложить вещи. Уже поздно. Вот так вот. Уже поздно, сказал Миша. Давайте еще раз поаплодируем девушкам. Я думаю, девушки могут уже расходиться по стульям, которые им понравились. Располагаться вокруг них. И пока. И пока девушки думают, что с этим делать. Для вас исполнят композицию Дарья Харитонова под вашу фуру. Я бы хотела нарисовать мечту. Солнце, ветер, молнию налетую Я бы хотела нарисовать полет Ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы, Вместо разлук мосты, Вместо утра мечты. Чтобы красок свет Нам возвратил рассвет, Чтобы каждой минуте нам свет Не говорить прощай. Я бы хотела время нарисовать Я бы хотела время нарисовать, Чтобы навек улыбку твою поймать, Чтобы навечно в красках застывший след Солнце, ветер, молнию налетую Я бы хотела нарисовать, Вместо разлук мосты, Вместо утра мечты. Чтобы красок свет Нам возвратил рассвет, Чтобы каждой минуте нам свет Не говорить прощай. Вместо слез нарисовать цветы, Вместо разлук мосты, Вместо утра мечты, Вместо утра мечты. Нам возвратил свет Нам возвратил рассвет, Что бы каждой минуте в след Не говорить прощай. П às Delicious О-о-о-о-о-о-о-о-о-о... За льей-й Давай Продолжение следует... Все, закончили мастерить. Руки на стул. И сейчас мы начнем. Ну расстроилась. Вставай. Начнем с тебя. Рассказывай, что ты сделала? В общем, вы можете сейчас посмотреть на мое лицо. Я очень старалась. Зубами грызла этот скотч. Я его открыла буквально, наверное, минуты через три. Но, в общем, без чего не может жить физик, я считаю, без трех основных вещей. У меня тут, в общем, написано. Это, конечно, мисс физика, бах, всем вам известный, и химичка. Но я думаю, без последнего точно не может жить. Вот. Все. Отлично. Шарик. Спасибо. Жюри это учтет. Следующая конкурсантка. Вообще бы я хотела что-нибудь изобрести инновационное, необычное, нужное, но я не смогла надуть шарик. Поэтому самое необходимое — это положительное настроение. Спасибо. Аплодисменты. Девушки, которые показали свое творение, могут идти и готовиться к следующему конкурсу. Спасибо. Итак, следующий экспонат. Это машина времени. А ты бы хотела вернуться в прошлое и сделать что-нибудь другое? Эту машину времени я сделала для своего будущего. Может быть, когда-нибудь в старости я буду некрасивой и старой, я захочу вернуться. Здесь есть дата 7.05.2015, то есть сегодняшнее число. И, может быть, когда-нибудь я хочу вспомнить былые времена, когда я была такая красивая, и вернуться сюда. Спасибо. Спасибо. Следующий экспонат. Я не знаю, что это. Спасибо. А может быть, попытаетесь все-таки? Нет. Ну давайте вместе разберемся. Вот у нас есть... Можно сказать, что это мороженое. Хотя бы. Нет. Хорошо. Модель Земли. Это воздушный шарик, с кошкой, с маслом. Хорошо. Хорошо. Хороший ответ. Хороший ответ. Спасибо. Переходим к следующему экспонату. Мороженое-то. Спасибо. Спасибо. Следующий экспонат. Ну, я не успела приклеить к шарику бумажку, но это было бы послание в будущее с историей физфака. И какая, кстати, история физфака? Ну, актива. Чтобы узнали, что такое БАХ. Чтобы узнали вообще физику. Спасибо. В принципе, все самое главное донесли. Итак, следующий. Ракета. Когда ракета, ну, взлетает, а подает часть, это... Ступени. Ну, да. Эта часть нам понадобится на весну, например. Скотч. Андрею Королеву, собственно, понадобится. Поэтому Андре... Андрей, целых восемь скотчей на весну. Приколечие можем сделать. Тогда с одним шуруповертом какую стену сколотили, да? У-у-у, а сейчас заскочим еще. Ух. Вот этот стаканчик нам завтра понадобится. Ну, а это если вдруг скучно будет, и поиграть сложно. Аж в нем лежит маркер. А, все. Все, спасибо. Спасибо, аплодисменты. И последний экспонат. Ну, это олицетворение формул. Ну, физику нужны формулы. Еще физику нужен стакан. Какой физик без стакана? Ну, и чтобы не грустить, шарик. Никто не может грустить, когда у него есть шарик. Да, собственно, аплодисменты, друзья. Было очень много креативных вещей. Очень много интересных. Думаю, кто-нибудь когда-нибудь получит Нобеля за это. За что-нибудь из всего этого. Это всем, что вы видели, не забывали. Итак, друзья, вот еще раз поаплодируем девушкам. Они старались. Мы продолжаем дальше. Итак, конкурсанта номер один. Лора. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok